Всем добрый день. Сегодня в рамках конференции, что такое были глухи, мы решили поднять такую тему, не совсем стандартный вопрос, который мы сейчас будем обсуждать в нашем круглом столе, скажем так, о наболевших. Дело в том, что КС-2 старается делать больше проектов с участием глухих людей. Проекты связаны со знанием сообщества глухих, сообщества говорящих и сообщества глухих людей. И мы столкнулись с таким, не проблемой, а с такой задачей, я бы сказала, это нехватка переводчиков. Захватка именно переводчиков, сейчас поговорим как раз об этом, но я пока буду использовать старый термин, обратно от перевода. И Ольга как раз расскажет о том, что не так с этим словом, с обратно от перевода. Нехватка переводчиков обратно от перевода. И с каждым днем мы стараемся все больше и больше делать новых проектов. И мы встали к вопросу, что мы можем с этим сделать. И утром мы поднимали вопрос о том, что какой жест лучше использовать, какому слову больше сопоставим. И настал момент, что нужно как-то стеренитизировать и повлиять на сообщество. Я не говорю громко, когда именно повлиять на систему, это не моя компетенция, не моя сфера. Но просто хотел бы понять, что можно исправить, как можно помочь именно в сфере перевода жестового языка и конкретно обратного перевода. И мне кажется, что у нас собрался сейчас такой сильный пол, сильная команда. Спасибо за то, что вы сегодня пришли. Я могу каждого из вас представлять очень долго, да, в вашей должности. Я вам расскажу кратко. Если что не так, вы добавьте, да, дополнить поправьте Ольгу Варенова, даже с твоим имя Варенова, заведующая кафедрой русского жестового языка Новосибирского университета Юлия Крыгина, директор Центра оценки квалификации переводчика жестового языка Александр Хвачков, председатель Московской городской организации Всероссийского общества глухих, Елена Соловейчик, директор учебно-технического центра Всероссийского общества глухих, и Ирина Гитлер, переводчик, педагог жестового языка Московского педагогического университета. Итак, наверное, я начну сейчас по порядку. Я просила вас подготовить высказывания, какие у вас есть мысли, да, по поводу сегодняшней темы, сегодняшней встречи. У нас была договоренность, что сначала начнет Александр. Вопрос такой, насколько перед сообществом глухих стоит вопрос, проблема обратного перевода. И что вообще, по вашему мнению, что вы думаете про сегодняшнюю тему? Да, приветствую всех участников круглого стола и секторские в зале. Спасибо за право предоставления, предоставленное мне слово, да, высказать свое мнение. Я являюсь руководителем одной из крупнейших региональных отделений Всероссийского общества глухих, это Московская городская организация. И хотел бы немножко осветить с точки зрения именно работодателя. Как работодатель, я могу сказать, что мы выполняем двойную работу. С одной стороны, я как руководитель даю работу переводчикам, оказываю переводческие услуги русского жестового языка. И с другой стороны, я как получатель услуги. То есть я как глухой человек могу позвать переводчика, да, и, собственно, работаю с переводом. Для начала скажу именно со стороны руководителя. Могу сказать, что, не сказать, что это что-то новое, да, в 1995 году Министерство труда ставило должность имени Сурдопереводчик, да, в постановлении о подтверждении тарифно-квалификационной сетке по общему встатрению. Разница тут в чем? Первое направление, значит, работодатель и система общества глухих построено так, что дает очень большой плюс и в том, что переводчикам языка могут работать правильно в этом направлении развиваться, именно как переводчики на русском языке, основываясь именно на нашу русский язык, на родной язык глухих людей. И второе направление, работодатель не из системы общества глухих, он не обращает внимания, ему без разницы, как переводят, он берет переводчик, оставит в той книжке как сурдопереводчик, переводчик, и все, ему нет разницы. По терминам, да, именно, если разбираться, есть такие особенности, мы видим, как меняется содержание, именно работа переводчика жестового языка. Раньше переводчик переводил, основываясь на калькирующую жестовую речь, КЖР. Она базировалась именно на грамматике, лингвистике русского языка. Здесь все понятно, сейчас система меняется, сейчас идет выбор на русский жестовый язык, за своей как раз-таки лингвистической, грамматической системой, и это абсолютно две разные, получается, работы. И проблема для обычного работодателя, он не вникает в эти тонкости, он не понимает и, собственно, не хочет вникать. Но интересно, что как только ввели новый стандарт, появились новые вопросы, например, такие, как слабослужий человек, когда обращаются к нам в общество глухих, он является членом Российского общества глухих, все это все в порядке. Вот, я не уверена, если ему переведут на русский жест в языке, что он будет доволен, да? То есть ему больше нужно переводить на калькирующую жестовую речь. То есть тут возникает вопрос с пониманием, недопониманием. Да, и, конечно же, на практике, когда переводчику в том, что есть система, которая заложена в профессиональном стандарте, но в профессиональном стандарте не прописано разделение калькирующей жестовую речи и музыку жестовую язык, входит ли это туда, или это надо выделять в отдельные аспекты. Тут нужно действительно это отдельно обсуждать и думать, потому что в калькиру же жестовую речь там свои вопросы, в жестовую заготушь свои, а мы, как работодатели, мы должны работать именно со всеми направлениями, как с глухим сообществом, как со слабослужащими, с поздно оглохшими людьми, а поздно оглохшие люди, например, они требуют именно дакты, когда переводит либо калькой, и мы не должны ущемлять их права при этом. Мы обязаны помогать всем. А тут будет новый стандарт, просто дарт, не очень жестовый закат, в котором это не прописывается. И действительно нужно прорабатывать нормативные акты и вносить изменения в нормативные акты, чтобы все работа не применет оптимально. Вот, это как раз со стороны работодателя, да? Сейчас я скажу именно с точки зрения, как глухого человека получать в русло. Переводчик русского жестового языка, это действительно внедрение этого стандарта, это большой прорыв. И прям очень отрадно видеть, как все развивается. Но возникает проблема с тем, что как переводит переводчик обратно на русский язык, русского жестового языка. Если же раньше мы могли поправлять, но сейчас мы не можем, да, учитывая контекст, нужно понимать, нужно понимать, как правильно проводить. То есть есть вариативные жесты, правила, свои жесты языка, понимание и так далее. Также есть и другой вопрос. Глухой человек, который не владеет русским языком, у него ограниченный далекцинический словарный запас, как переводчик должен общаться вот с этим глухим человеком. Киностетические жесты. Киностетика что означает? Это как Чарлик тогда использовал в своем немом кино, именно такие жесты, которые понятны всему да сообществу. Но, опять же, это просто, наверное, тоже не прописывается. То есть киностетические жесты, любовь, как можно показать сердечком, любовь на жестовом языке, либо как, ну то есть нет никаких правил, нет кинфертизирующих, никаких прописных. То есть это действительно большая проблема. Главная роль, вообще знание переводчика, это очень важно. Например, когда переводчик смотрит, как говорит Коукой, он использует, например, монотические жесты, допустим, маков, да, и быстро, где слова, которые абсолютно отвечаются по значению, а он переводит, собственно, не верно, и от этого страдает перевод. Также важным моментом является то, что переводчик русского жестового языка не только, да, развитие должно содержаться именно в эстетических жестах, в эстетических и так далее, то есть не должно его влияться именно в знании жестового языка и работать по переводчику даже во всех направлениях. Мы сейчас, например, допустим, сейчас в Москве, да, мы имеем 100 переводчиков свободно, которые обратно могут перевести на русский жестовый язык, могут только 20. да, вместо 300. То есть действительно это тяжелая работа, нужно заранее встретить слухи, поговорить, понять вообще контекст. И действительно это должно быть комплексное изучение, исследование с точки зрения развития переводчиков и собираться обсуждать, и это большая проблема. Вот, спасибо. Спасибо вам. Хотела бы вот дополнить вопросом, как можно проверить, вот вы как глухой человек, да, как вы можете проверить, переводит ли переводчик обратно, хорошо ли вы. Хочу сказать, как только переводчик начинает говорить, он должен сначала провести допереводческий анализ, встретиться с глухим человеком, да, поговорить с ним, понять, он слабослышащий, либо он свободно владеет русским жестом языком, либо не знает. И также со стороны глухого, да, он должен понять, как говорит переводчик. И от этого уже зависит именно сам перевод. Если же переводчик хорошо владеет жестовым языком, я свободно расслабляюсь и начинаю говорить жестовым языком. Но стоит вопрос, да, о том, как заметить, как вообще определить, хорошо ли перевод переводчик или нет. Ну, я в целом вырос, да, в сообществе глухих, и я понимаю, как интуитивно это понятно. И часто я сталкиваюсь с тем, что когда человек наступает на жестовом языке, тут же говорит переводчик, докладчик, ой, да, хорошо он выступил, он будет. Но бывают такие ситуации, что когда докладчик говорит, ой, что-то вы не так сказали, и в глухого взбатывается впечатление, что переводчик не так перевел. И вот тут возникает вопрос, как правильно это сказал, что-то глухой не так, либо же переводчик как-то не так перевел. Вот, то есть вопрос доверия действительно висит. Да, действительно, давайте будем сейчас уважать своих переводчиков и их будем говорить по очереди. Спасибо большое. Я правильно понимаю, что, допустим, когда я пришел на мероприятие, если я до мероприятия заранее с этим переводчиком не знал, не слышала, я не могу ему доверять полностью, да, я не могу, у меня нет уверенности в том, что он хорошо поверил обратно. Слушайте, да, как по книжке, то есть я не знаю, как он переводчик. Правильно. Александр, я, как пользователь переводчиков услуг, меня спрашивают всегда, кто будет переводить меня. И глухие уже сами выбирают именно по фамилии переводчика, то есть они все уже знают, понимают, кто какой переводчик, что сможет перевести, какую тему сможет перевести. И каждый приходит выбирать себе оптимального переводчика. Давно открыла организацию. Приглашая переводчиков, они начинают говорить, и проблема в том, что перевод, бывают ошибки, очень часто ошибки, остановки в фамилиях проблемы. Переводчик говорит, а я не могу, беру расшифровку, в телефоне, чтобы понять, расшифровку, и тогда мы понимаем. Были ситуации, когда на конференции переводчик переводит, а я только по губам понимаю, потому что он уже не так переводит, и передаю микрофон. Как обучают вообще переводчиков? Вот есть стандарт обучения, коллега как раз. Хорошо, давайте я буду говорить на русском языке, прошу прощения у коллег, но мы так договорились. Кто-то переводит меня, а им не видно. Зеркальте, пожалуйста. Я хотела сразу Александру ответить по поводу того, что в стандарте якобы нет перевода на КЖР, нет перевода жестами визуальными или еще что-то. На самом деле здесь присутствуют переводчики, которые имеют нормальное базовое лингвистическое и переводческое образование. Из тех, кто присутствует, я знаю лично двоих, но возможно здесь больше. Так вот, эти переводчики точно скажут, что есть наука, которая называется теория перевода. В этой науке есть приемы перевода. И вот если переводчик знает приемы перевода, поэтому для него не будет проблемой, как глухой разговаривает, визуальными жестами, на калькирующей жестовой речи. Опять же, калькирующая жестовая речь, это просто название, которое когда-то ввела Галина Лазаревна Зайца. Но по факту это всего лишь прием перевода, и не более того. В английском там есть английский жестами, или английский руками, вот так называют. Поэтому у нас просто мы придумали такое красивое название КЖР. Поэтому если переводчик владеет приемами перевода, то не будет проблемой перевода глухого человека, любого, с которым он сталкивается. Вот, отвечая на вопрос про образование. Здесь на самом деле все очень сложно. Если мы посмотрим, то в образование действительно существовало переводчиков с периода 60-х годов. Это Иосиф Лорианович Гейгман, это ЛВЦ. Все очень долго-долго продолжалось. Но если из последнего, на сегодняшний момент у нас действует образовательный стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт, организация сурдокоммуникации. И этот образовательный стандарт обучает переводчика очень странному набору профессиональных компетенций и дает квалификацию сурдопереводчик. Но, к нашему большому счастью, по этому образовательному стандарту набор уже закончен. Сейчас вступил в силу новый образовательный стандарт, по нему набор начнется в сентябре. Он называется сурдокоммуникация, хотя, надеюсь, мы скоро уйдем от этого термина, но, к сожалению, чисто технически пришлось его пока оставить. И там, наконец-то, будет переводчик русского жестового языка. То есть это среднепрофессиональное образование. Ну и высшее образование, то, что мы сейчас пытаемся делать, это с 2012 года Московский государственный лингвистический университет, с 2013 года Новосибирский государственный технический университет. Да, вот сейчас Казань уже к нам присоединилась. Но здесь есть одна такая сложная, наверное, задача. Это сделать образовательный стандарт только для переводчиков жестового языка. Но его нет. И, к сожалению, выпускники, ну, я не знаю, кто из присутствующих, но наши выпускники получают диплом. У них там первый язык и второй язык. Притом, какой, непонятно. Да, ну, то есть подразумевается, что первый язык это английский, второй язык это русский жестовый. Вот, поэтому я надеюсь, что мы здесь, может быть, в высшем образовании что-то сделаем немножко по-другому. Но помимо образования, значит, я сейчас являюсь в Федеральном учебно-методическом объединении руководителем секции именно по сурдокоммуникации, то есть подготовка СПО. Мы недавно провели небольшой мониторинг, и у нас на всю Россию меньше 10 учебных заведений, буквально 7 учебных заведений, которые обучают переводчиков. И возникает сразу первый вопрос. А кто их обучает? Если под Санкт-Петербургом, да, межрегиональный центр реабилитации, бывший ОВЦ, там мы знаем, кто обучает. У нас в МГТУ мы тоже знаем, кто обучает. А кто обучает? Нет, в Томске я еще знаю, кто обучает. Ну и все. А кто там дальше обучает? Мы не знаем. Ну, чуть-чуть Нижний Новгород. Вот. Что касается учебно-методического центра ВОК. Ни среднее профессиональное, ни высшее образование не дается. Дается переподготовка, дается повышение квалификации. И опять же мы понимаем, что очень долгое время учебно-методический центр ВОК давал совсем другое образование. И вот только последний год оно стало давать, ну так скажем, более современное образование. Вот. Поэтому сказать, что у нас плачевная ситуация в стране, это ничего не сказать. У нас очень плачевная ситуация в стране. Вот. Ну, наверное, и спорт кто так. Вы сказали компетенции, да? А что это такое? Федеральный образовательный стандарт подразумевает набор профессиональных компетенций. То есть это некие знания, умения, навыки, которыми должен обладать переводчик. Так, на сегодняшний момент в среднепрофессиональном образовании, вот старый образовательный стандарт, который, к сожалению, перестал действовать 31 декабря 2022 года, но студенты еще учатся, в том числе и у нас, там у него компетенции, например, прекрасно разбираться в нарушениях слуха, уметь ставить речь глухому и вообще, ну, прям такое сурдологическое направление. Второе, сурдопедагогическое, в том числе, направленное на обучение родителей, детей, там, и куча-куча всего. И маленький такой кусочек про язык. Притом мы знаем, что некоторые учебные заведения, которые реализуют эту программу, у них до сих пор в программе нет дисциплины русский жестовый язык. У них есть такая волшебная дисциплина, я думаю, многие приводчики слышали, специфические средства общения глухих. Ну, в общем, такое, к сожалению, до сих пор еще есть. Но вопрос опять в преподавателях. И мы реально понимаем, что нам нужно параллельно заниматься и преподавателями, которые будут обучать переводчиков. По опыту понимаем, что там, где обучают только переводчики переводчиков без глухих, плохо. Там, где обучают глухие переводчиков без практикующих переводчиков, тоже плохо. А вот когда все вместе, ну вот, а где их взять всех вместе? Ну вот, у нас пока получилось. МГЛУ частично тоже знаю, что коллеги справляются. Казань не знаю, все остальные города. Знаю, плачу. Будем работать, будем справлять. Получается, на сегодняшний день у переводчиков жестового языка в получение образования именно на переводчика даже в русского жестового языка в компетенции входит это именно с... Ну, с 1 сентября 2023 года нет. С 1 сентября 2023 года компетенции знания языка, умение его переводить. И там еще есть маленький блок, это сопровождение. Переводчики, которые с 1 сентября 2023 года на уровне среднепрофессионального начнут получать образование, у них будут дополнительные компетенции. Это дистанционный перевод, это тифло-сурда и сопровождение глухого в разные инстанции, ну, через систему общества глухих. МС, ФСС, ну, ФСС теперь нет, да, ну, в общем, и так далее. Но я имею в виду, что сопровождение глухого через систему общества глухих. А вы имеете в виду, что педагоги, да, переводчики? Перевод, перевод. Это только перевод. И здесь, кстати, да, еще прямо очень хочется даже похвастаться, что в системе среднепрофессионального образования повсеместная ситуация по всей стране заключается в том, что обучение студентов по любым специальностям очень сильно сокращается. Вот прям буквально до 10 месяцев. Нам удалось добиться, что трехгодичное обучение мы превратили в четырехгодичное. То есть мы добавили еще один год, то есть на уровне высшего образования сейчас четыре года обучения бакалавриат, и на уровне среднепрофессионального тоже четыре года бакалавриат. Там после девятого, там после одиннадцатого, но как бы оно ни было, изучение языка достаточно большой период времени, потому что, ну, стать синхронным переводчиком, изучая язык два месяца, ну, это нереально. Получается, ситуация такая, что с сентября вся ситуация будет получше, да, и для учебных заведений всего восемь. Если бы нам с ними удачно получится связаться, они нас услышат и примут наши рекомендации по обучению студентов, но мы пошли дальше, мы чуть-чуть принаглели, и в федеральном государственном образовательном стандарте, прямо в нем, в рекомендациях государственной аттестационной комиссии мы прописали присутствие не менее двух глухих человек на комиссии на экзаменах, то есть потому что мы знаем, что в некоторых учебных заведениях глухих вообще не допускают до экзаменов, а мы это прямо прописали официально. Получается, что с сентября 2023 года ситуация получше, станет для именно новых переводчиков, которые будут поступать, и через четыре года мы получим новых переводчиков? Да, но это после именно среднепрофессионального образования, ну а на уровне высшего образования, в принципе, мы уже получаем с 2016 года переводчиков МГЛУ в 16-м году был первый выпуск, в МГЛУ в 17-м году был первый выпуск, но уже переводчики есть. Да, да, и вот у них уже компетенции другие. Нет, такие же, ну, Тифло, Сурда и дистанционного, наверное, у них нет, но это переводчики, которые знают приемы перевода, вот это самое главное, то есть если переводчик владеет одним языком и вторым языком, я осуществляю между ними перевод, он знает приемы перевода, то, в принципе, такие переводчики уже есть. Понятно, да, спасибо. Да, Юля, насчет образования я предлагаю продолжить Елене Соловечик, да, потом дальше уже перейдем к Национальному центру оценки квалификации. Да, хорошо, Елена, добавьте, пожалуйста, что у вас происходит. Я начала работать на учебно-техническом центре в 2021 году, и, если честно, для меня было очень сильным шоком, что нет ни одного нормального учебного пособия, никаких учебников. Ожидалось, что раз общество глухих существует давно, и раз есть различные институты, значит и система должна была быть уже построена. На практике показалось, что отсутствует система и очень мешает готовке переводчиков. Если вы, допустим, можете провести аналогию, да, если ребенок поступает в первый класс, он владеет уже более-менее русским языком, и он в школе сможет уже читать, может писать, и хотя бы начать основные правила русского языка. И в конце в итоге мы получаем уже взрослого выпускника в школе. Если же брать переводчика, то сейчас в основном это дети глухих родителей приходят в эту профессию. Раньше Анна Анатольевна Комарова говорила о том, что кодом дети глухих родителей действительно с ними большая проблема, потому что сколько бы я ни встречала, они все говорят, вот у меня мама, папа глухонемы, то есть даже используют такой термин. Вот, ну, можем взять общий разрез под всех переводчиков и действительно выяснить, что больше года, да, либо поздно глухше. И я стала изучать зарубежный опыт. Мы взяли американский пример, потому что в штате у нас в МСА есть Кен Голлстон, американец, мы с ним очень много взаимодействуем, и он говорит о том, что в Америке есть четыре уровня образования до выступления в институт. Если же человек отучился все эти четыре уровня и хочет быть переводчиком, он сдаёт вступительный экзамен и потом уже учится 4-5 лет. То есть представляете, да, сколько должен учиться человек переводу, если ему это нравится. Мне это нравится, да, я хотела бы внедрять эту систему уже в Россию. На данный момент у нас уже, я не говорю о том, что мы будем 100% копировать их опыт, но вот эту вот этапность мы должны создать, чтобы человек постепенно, с одного уровня переходя, получал образование. И вот мы попробуем сейчас обучать переводчиков новым способом, нам очень это нравится, и переходим уже ко второй ступени, и готовы обучать, вот Польша говорила, что преподавателей не хватает, поэтому мы готовим преподавателей, будем подготовить преподавателей именно под уровень обучения переводчиков. То есть если переводчик учится на первом уровне, значит мы готовим преподавателей первого уровня, и, соответственно, должны преподавать по уровням. Преподатель не должен всех учить. И когда появился профстандарт, для меня это тоже было новинку, потому что образования-то нет. Мы не можем сказать, что у нас ДПО, мы не можем так обучать. Действительно, за короткое время мы создали методическое пособие, но я его не рекомендую, потому что это уже собрано из готовых источников, просто сборник в удобном месте в одной книжке, собранный из статей различных учебников, различных книг и так далее. И тут я с чем столкнулась? Мы стали говорить о том, что на переподготовку переводчиков отправляют именно тех, кто уже работает переводчиком, но у них нет соответствующего профильного образования. И когда такие переводчики приходят к нам, нам приходится обучать таких людей, просто у них не хватает базовой грамматики, они не знают многих нюансов, моментов, которые уже должны знать при поступлении на это образование. Когда мы обучаем переводчиков, как раз Александр говорил КЖР, КЖЯ, смотрите на глупого. У нас больше практики перевода идет именно с русского жестового языка на русский язык, что как раз их очень не хватает. В целом, что я хочу сказать, в России, если же никто не будет делать систему, переводчики так и будут выживать в той ситуации, которая имеется. Мы, как ОМЦ, у нас дополнительное профессиональное образование, нам это позволяет создать эту систему, и вот мы сейчас будем готовить. Мы будем готовить переподготовку тех переводчиков, которые уже знают жестового языка, но некоторые мы отказываем, потому что не могут, они просто не смогут. Потому что если же у него есть образование, если он хочет быть переводчиком, значит ему нужно начинать 1, 2, 3, 4 уровень пройти, только после этого прийти к нам, либо в институт, либо пройти переподготовку. То есть разрыв все-таки есть. Есть вот этот вот, да, именно недостаток базового вклада. Вы отказываете в поступлении на обучение переводчиков или в получении с этих кадров? Нет, именно мы отказываем в вступлении на программу переподготовки, потому что некоторые переводчики говорят, мы знаем жестовый язык, но на самом деле это не заранее, да, мы встречаемся и можем отсеивать. Отправлять кого-то на 1 уровень, кого-то на 2 уровень, либо рекомендуем как бы практиковаться 6 месяцев, потому что пока нет ступеней, пока они не созданы. Как только полгода он практикуется, мы опять его проверяем и, может быть, допускаем его к образованию. Но сейчас опять же это все зависит очень от регионов. Появился вот новый профстандарт, о котором все говорят, да, но мы можем остаться без переводчиков, потому что в профстандарте очень завышенные требования. И чтобы его ввести, нужно очень много-много времени, нужно наладить систему. Потому что вот вы сейчас посчитали, да, что те, кто выпускаются, они должны поступать в институт, понимаете? То есть в институте там очень сокращенная программа. Они должны выпустить переводчиков, которые уже могут переводить. То есть очень большая отростка сейчас идет на институт и университеты. То есть а если бы они прошли все четыре уровня ДПО у нас и потом перешли бы уже в университет и институт, тогда будут вышли первоклассными переводчиками. То есть из-за того, что завышены требования. И под эти требования мы вынуждены смотреть на переводчиков, смогут они или не смогут. То есть мы подбираем человека так, чтобы он смог сдать на пятый уровень хотя бы. Дело в том, что, опять же, сейчас мы обучаем группу глухих, группу переводчиков, сильная группа, которая более-менее сможет сдать. Есть же группы, которые слабоваты. Но они получают диплом по переподготовке, да, но мы говорим, подождите, 6 месяцев практикуйте, а потом уже идите именно получать квалификацию. Нужно еще добавлю, да, вот тот момент, чтобы было бы здорово, чтобы люди, например, изначально учили жестовый язык, а потом поступали в колледжи и вузы. К сожалению, закон об образовании этого не позволяет. Человек, который поступает на уровень СПО после девятого класса, он поступает просто по конкурсу аттестата. Мы не имеем права требовать у него никаких дополнительных документов. А поступает к нам он после одиннадцатого класса, например, на высшее образование, он должен сдавать три экзамена ЕГЭ. и русский, там, допустим, общество или историю, и английский. И мы тоже не имеем права на закон об образовании, это не позволяет. И я, честно говоря, не верю, что когда-нибудь мы такое придумаем, такое введем. То есть вряд ли законодательство позволит нам именно для переводчиков жестового языка иметь какую-то там дополнительную бумажку, что он прошел четыре курса. Мы можем это говорить, но мы не можем это требовать. То есть вот здесь такой очень важный момент. Я думаю, что со временем, да, будет ситуация меняться. Да. И вот здесь по поводу профессионального стандарта. Действительно, сейчас получается так, что есть выпускники, например, колледжа или вуза, которые могут сразу пойти и сдать на пятый уровень, а есть те, которые в других городах готовятся какими-то другими преподавателями, они даже не в состоянии поступить на переподготовку или повышение квалификации, а уж сдать пятый уровень тем более. То есть очень много зависит от преподавательского состава, который их обучает. Университеты, да, которые будут обучать? Университетов, которые существуют у нас в стране. В такой ситуации с педагогами у нас как раз таки была ситуация в МПГУ, да. Брали просто потому, что нельзя было отказать. Но сейчас просто перестали, да, набирали себе спецгруппу. То есть все меньше и меньше поступает бухих слабослужащих. В основном поступают именно те, кто именно хотят работать по специальности в этой сфере, да. Университетов. Как вы говорите, первый, второй, третий, четвертый, пятый уровни, да. Уровни, да. Точнее, это ступени, да, извините. То есть это не соответствует до квалификации, нет? Нет, нет, это не квалификация. Это именно пройти те этапы, чтобы быть подготовленным к переводу, да, русского языка. Получается, это у вас внутренние, да, свои какая-то квалификации придуманы. Или это по России так? По России я буду делать в сентябре. В сентябре мы будем готовить преподавателей, которые могли бы пройти именно вот обучение, да. Потому что, чем больше мы пробуем, да, испытываем, и мы можем сказать, работает ли эта система или нет. Сейчас же каждый центр, он использует методику свою. Мы пробовали свою методику. И каждый раз мы думаем, может, мы плохо преподаем, либо группа слабая. Сейчас уже, на самом деле, мы видим, что группа хорошая. Пролазь и дело как раз таки. Грубо говоря, если бы переводчики к вам поступили на повышение, переводчики именно, да, переводчики поступили, вопрос слабослышащий или слышащий, возникает такое? Да, да, смотрите, тут ситуации разные могут быть в регионах. В основном работают слабослышащие люди. И мы сразу же им говорим. Хорошо, хорошо. Вопрос такой. Смотрите. Если же переводчики по Москве, да, то мы уточняем, потому что не факт, что они будут работать, потому что в Москве есть своя команда, а по региону мы нет. Хорошо. Сейчас не уточняю место, где. Вот я хочу получить дополнительную переподготовку. Хочу, правильно? Переводчиком. По направлению перевод. Вопрос не закончил. Переводчиком. Эксперимент. Если я знаю жесты, у меня уровень четвертый, я поступаю на получение пятого уровня, правильно? Правильно? Нет, смотрите, давайте вернемся. Немножко путаница образовалась. Смотрите. Проходит у нас школьное образование, потом высшее образование. Есть еще дополнительное профессиональное образование, которые разделяются на два этапа. Первое — это повышение квалификации. На повышение квалификации идут переводчики, которые уже имеют образование переводчика после института. Мы можем брать на повышение квалификации. Но, опять же, где они учились? да, задает вопрос. Вы видите, что я вычинена. 12 таков Н中. Вторая ступень — дополнительное профессиональное образование. либо же у них есть высшее либо среднеспециальное образование, но по другой специальности, да, не профильное. В обоих случаях сложность состоит в том, что когда у них уже есть образование, они уже работают. Мы каждый раз делаем учебные материалы под группу. У нас нет такого, чтобы вот приходит группа нулевая на первый уровень, мы делаем по одной методике, но мы вынуждены подстраиваться под каждую группу, которую мы набрали. И хуже гораздо, если попадают на повышение квалификации, потому что там 36 часов обучения приходит. Нам приходится за короткое время дать какой-то максимум базовый, чтобы смогли сдать именно в Национальный центр оценки квалификации. Да, я еще добавлю, здесь происходит некая путаница между вот этими уровнями. Первый, второй, третий, четвертый уровень, ступени, уровни, у нас это в университете первый, второй, третий уровень. Это не перевод, это знание языка. Знание языка, владение языком и перевод, это совершенно разные две задачи. Почему мы говорим, что коды не равно переводчик? И вообще любой человек, который выучил 50 жестов, и я переводчик, это вообще две разные истории. То есть есть знание языка для общения, для прямой эфира вести в ТикТоке, а есть перевод, это две разные истории. Поэтому первая, вторая, третья, четвертая ступень, у нас это первый, второй, третий уровень, это доп. образование просто для мамы, у которой глухой ребенок, просто человеку охота интересна. Получается, что обучаясь в ОМЦЕ, это не дает мне возможность быть переводчиком. Нет, нет, почему? Но вы говорите, что есть же уровень, который подтверждает знание промежуства языка. Знание, но не владение переводом. Мы сейчас говорим о том, что есть разные уровни обучения. Смотрите, если вы хотите быть переводчиком, мы можем отказать в случае, если вы скажете, что да, у меня есть, есть, я могу. Программа с обучением. Но если же вы владеете знанием торжественного языка, то мы стараемся максимально давать практику именно по окончании обучения. То есть вы сможете ли сдать на экзамен на пациентной квалификации, или нет? То есть мы отправляем вас практиковаться полгода хотя бы. И мы смотрим по каждой группе. То есть если переводчик может, то мы отправляем на экзамен, либо же отправляем его готовиться. Многие люди говорят, что я переводчик шестого уровня. Ну хорошо, давайте посмотрим по профстандарту. Вы владеете этими компетенциями? Нет. Подумайте перед тем, как сдавать честно. Ответьте сами себе. Я на самом деле всегда смотрю на реалии, на реалии знания жестового языка. Что они сдают, куда они идут и учились. Хорошо. Уровень, квалификация. Сейчас мы поговорили о субпедагогике. О ступенях, уровнях. У нас профессиональное образование, дополнительные повышения. Давайте объясню. Обучение и не связанное совсем две разные вещи. Независимая оценка это одно, квалификация. И обучение это два разных направления. Если честно, наподобие как ГАИ, попробую объяснить. Приходишь в школу обучения вождение, в любом месте по-разному обучают. В результате экзамен сдал. Обучение где в ГАИ? Не знают никто. Обучаем. В любом случае, если ты захочешь поехать с высшим образованием на переводчиком обучаться. Несурда переводчика, либо переводчика русского языка. Можешь поехать в УНТ. Переподготовка. Уже есть образование высшее. Тебе переподготовка 360 часов. 200-250. Вы пока не открыли, будет 250 и 1500 будет. Ну вот, шикарно. Обучение когда закончили. И хочешь подтвердить свою квалификацию. Квалификация у нас всего четыре. Первый, это пятый уровень. Следующий, это уже переводчик жестового языка просто. Как переводчик третьей категории. Разберем. Рассказ был, рассказывал, что квалификации. Есть переводчик жестового языка. Три. Первый, второй, третий, второй и первой категории. По новому профстандарту делают не просто категории, именно уровни, соответствующие вот этой квалификации, а по закону. У нас переводчики именно в направлении четырех. Пятый уровень, шестой уровень, вторая категория. Шестой уровень, первая категория. И седьмой уровень, это человек прям очень хороший эксперт в переводческих услугах. Не очень понятно, да? Переводчик, я понимаю. Правда, это понятно. Вот его обучили, если у переводчика есть опыт работы, минимальный, допустим, и он соответствует образованию. У нас есть требования по всей России, они одинаковые. Есть, когда он приходит и пробует сдать эту оценку квалификации по профстандарту экзамен. Не просто экзамен, а именно по профессиональному стандарту. Утвержденный квалификации. Это пятый уровень. Просто переводчик жестового языка. Переводчик обучается, повышает квалификацию, старается, проводит обучение очень много и хочет повысить свою категорию. Что он будет делать? Он приходит снова подтверждать следующую свою ступень повышения квалификации, улучшения своего уровня знаний и продолжает обучение, повышая уровень знаний. Понятно, да. А как сдается, что вообще нужно сделать, чтобы сдать его субзанчиком? Что нужно сделать? Очень хороший вопрос. Раньше был стандарт, стандарт аттестации. Аттестация как проводилась? Внутри организации. Например, мы возьмем ВОК, например, Московская городская организация, если я здесь хочешь двух киев. Откуда? Я родилась в Туле. Пришла работать переводчиком в Москве, он не может. У нас свои какие-то стандарты. Есть своя комиссия внутри своей организации. Переводчик, который имеет документы Тулы, он не может переводить. Просто приехать в другую организацию и осуществлять перевод. Не может. По документам есть нюансы. Он не может. Если в центр дает переводчику проверить свою квалификацию, уровень своей профессиональности, то эти документы везде по России делают, действуют. Значит, если я из Москвы приеду к вам, сдам оценку квалификации, могу приехать в Новосибирск и могу там переводить правильно? Пожалуйста. Пожалуйста, как хотите. Да, хорошо. Так, я задавала вопрос именно, как проходит оценка квалификации? Сначала подается заявка, заявление по интернету специально. Мы не придумываем ничего сами. Мы подстраиваемся под организацию профессионального стандарта оценки квалификации. ПК. С. СПК. Совет профессиональной квалификации. Мы с ними соединены. Документы в соответствии с профстандартом. У них есть требования к переводчикам, какие документы необходимы, опыт работы, весь спектр нюансов, которые необходимы, что написано в трудовой книжке. Документы, если не соответствуют, то спокойно можно сдать. Если не соответствуют уровни квалификации и переподготовки, то вы проходите переподготовку. И после уже этого можете прийти к нам. Мы проверяем это все. Смотрим число, когда возможен экзамен. И что вы в день экзамен? Вы приходите с пустыми руками, ничего у вас нет. Мы сажаем его за моноблог. У нас негде подсмотреть, никакой коррупции нет. Садится перед компьютером, перед экраном. Переводчик один на один с компьютером. Везде камеры находятся. И записывают все действия. Все действия записывают, весь процесс. Сначала сдается теоретическая часть. Там вопросы готовы, нужно будет выбирать ответ. 40 вопросов. Из 100 вопросов получает 40 вопросов переводчик получает в момент сдачи экзамена. Спокойно, 60 минут. Он говорит? Он тест. Отпечатает? Тест. В виде теста. Что делать? Требования не наши. Требования организации, СПК. На компьютере он отвечает на 30 вопросов. И когда уже ответил, он переходит к следующей части. А вопросы какие могут быть? Хороший вопрос. Ну, хотя бы один-два приведите, да, в пример. Вопрос больше связан именно по переводчикам. Культуре глухих. Лингвистическая составляющая. Знания. Что должен переводчик знать? Историю. И самое интересное, что вопросы пишем не мы одни, а группа экспертов, которые пишут, стараются, поправляют, добавляют, меняют и согласовывают с организацией с советом по профессиональной квалификации. Но вернемся к экзамену. Так, нет, да, да. Вопрос, допустим, в каком году появилась первая школа для глухих в России, да? Почему нет? Да, да. Четыре. На выборе есть четыре варианта ответа. Если я отвечаю на 30 вопросов со 40, значит, я допускаю практически. Молодец. Час на то, чтобы подготовиться. И дальше переходим к практической части. А что в практической части? Соответствие уровня. Если это пятый, шестой, седьмой. Если думаете, что для пятого уровня одинаковые задания, как и для седьмого, нет. Переводчику нужно подготовиться к своему уровню, чтобы он знал, ну, что правильно сдавать. Есть стандарт, в котором прописано, что конкретно должен знать переводчик. Если в профстандарте написано, что переводчик пятого уровня только как бы сопровождает, последовательный перевод, то он должен знать именно это. Если седьмой уровень, это должен быть профессионал своего дела. Он должен свободно владеть жестами, синхронно переводить. Хорошо. Допустим, если меня допустили до практической части, да, пятого уровня, мне говорят, я перевожу... Задание снова на компьютере. Там есть, что говорить, а ты уже переводишь. Ты переводишь турец. А если седьмой уровень? Когда подается заявление, ты выбираешь, что соответствует. Мы не можем тебя заставить. Да-да-да. Ты можешь выбрать любой уровень, который соответствует пятому уровню. Пожалуйста, сдавай пятый уровень. Хорошо. Я просто сейчас хочу... Мне кажется, не нужно сейчас уходить в детали. Хочу понять, что когда я сдана седьмой уровень, а в компьютере дается задание на жестовом языке, я должен это озвучить, да? Хочете обратно перевести? Синхронно. Да? И, конечно же, я синхронно должен перевести именно с русского, также на русский жестовый. Да. И наоборот. То есть я тогда получаю седьмой уровень, да? Не только получаю. Все, сдал экзамен, записывается все, и уже группа экспертов спокойно проверяет и ответы переводчика. Не сейчас сразу вот ты молодец, пять, все, можешь идти спокойно. Нет. Получается, оценка моего уровня зависит именно от людей, да? От того, как ты выполнил задание. Любой экзамен. Так, сейчас. Именно все зависит от того, кто вас учит, какие знания вам давали. Я имею в виду... Подождите, нет. Я имею в виду, допустим, меня если допустили до практической части, я, значит, сдал практическую часть по переводу, да, и, то есть, есть эксперты, которые смотрят, насколько хорошо я перевел и присваивают мне какой-то соответствующий уровень, так? Нет. Не так сразу. Подожди. У нас коллектив экспертов. Там входят и глухие эксперты, и слышащие. У них есть свои критерии. Их не с неба просто берут, есть оценка, есть человек, который специально оценивает знания. Он эксперт. Да, это я понял, да. Но все равно получается, что мое предположение остается верным, да, потому что моя оценка, мои квалификации зависит именно от людей. Они оценивают по критериям, да, какие-то правила есть, но все равно меня оценивают именно люди, да? Да. Теперь понял. Практическая часть. Именно практическая часть, потому что мы не переводчики, но мы оцениваем экзамен. Так, а у этих людей есть же, да, допустим, компетенциями переводчик, да? У них уже есть квалификация? Они... Очень многие говорят, что мы берем людей с улицы. Ну, я говорю так, как есть. Есть переводчики... Ты меня слушаешь? Я рассказываю. Смотри, пожалуйста, на меня. Есть переводчики, которые уже очень много лет, большой стаж переводческий. И они эксперты. Они проходят не одно обучение. Еще совета. В совете проходит обучение. Очень красиво получают бумажку о повышении квалификации именно в этом направлении по проверке переводческих. То есть учатся услышащих, да, как проверять переводчиков русского жеста языка. Да. Как любой экзамен. Основа этого документа уже к нам приходили. Мы действительно... Мы получали уже этот документ в комиссии. Можно добавить. Мне просто очень хочется добавить такую важную вещь, которая... Ощущение, что она теряется. Профессиональные стандарты и требования к переводчикам это закон. То есть есть трудовой кодекс. В трудовом кодексе есть отдельный раздел по профессиональным стандартам. И там четко прописано, что должен делать работодатель, что должен делать работник, куда девать вот эту самую бумажку, куда применять этот профстандарт, что такое совет по профессиональным квалификациям. Это еще отдельная система, которая связана с Министерством труда. Там, Максим меня поправит Министерством социальной защиты и так далее. То есть это федеральный уровень. И вот вернемся к аттестации. Действительно, в законе нигде, никогда не было записано, что переводчик, сурдопереводчик он или переводчик русского жесткого языка, что он должен проходить какую-то оценку квалификации или аттестацию. Нигде он не должен. Аттестацию придумал ВОК сам для себя, чтобы оценивать переводчиков. Я в университете работаю 25 лет. Никакой аттестации по закону у нас не существует и не было никогда. Мы ее, конечно, внутри себя придумали. Сами. Но вот все-таки по поводу того, что действуют по всей стране или не действуют. Вот сейчас у меня в коллективе переводчиков в нашем университете, достаточно большая у нас команда, у меня работают две девочки, которых мы когда-то приняли, когда-то научили, когда-то дали дипломы, и теперь они у меня работают. И по-хорошему, обе должны отработать не менее трех лет, чтобы я им дала переводчиков второй категории. То есть сейчас они у меня просто переводчики, без категории у нас нет. Третий, второй категории. Но, допустим, может быть такая ситуация. Допустим, приходит ко мне Арина, Лера и говорят, Ольга Александровна, мы хотим вторую категорию. А я, как начальник, а не дам. Ну, я имею на это право. У меня фонд заработной платы ограничен, и вообще вы мне не нравитесь. Идите работайте. Арина и Лера что могут сделать? Они могут приехать, сдать независимую оценку квалификаций, хоть на седьмой уровень. У них позволяет и диплом, на самом деле опыт работы, и я уверена, что они сдают. Они сдают седьмой уровень, приводят, говорят, Ольга Александровна, и я все, я обязана выполнить. То есть я должна, если это там, например, седьмой уровень равен первой квалификационной категории или высшей категории, я обязана их взять на работу, потому что это трудовое законодательство. Вот для тех, кто в записи потом будет нас смотреть, переводчики, не забывайте, оценка квалификации, это не придумал ВОК очередную какую-то историю. Это трудовое законодательство. Да, то есть я обязана взять, если же у вас будет фонд заработной платы. А я его должна буду как-то раздуть, но как работодатель я не имею права, может быть, общество глухих, как общественная организация, и может игнорировать трудовой кодекс и сказать, да мне плевать на ваш центр оценки квалификации. Мы федеральные образовательные организации. Я не имею права не учитывать при определении должности оценку квалификации. А вот аттестацию, то есть если бы мои переводчики пошли бы в ВОГе, прошли бы аттестацию, и там получили какую-то там бумажку, и пришли бы мне, я бы сказала, ну это ВОГовская аттестация, да пожалуйста. Ну вот кто знает, у нас там компания Сурдафон, которая сейчас превратилась в Адаптис, у нас был диспетчерский центр, но мы там проводили свою собственную аттестацию. Давайте будем честными, аттестация иногда проводится и вот так в том числе. А здесь все-таки совершенно другой подход. Ну это хорошо. Ага, теперь я понял. Да, спасибо. И просто узнать интересно о вашей компании компетенции. Как для вас, как для переводчика, вот я всегда уделяю вам внимание, и представляю вас как идеальный переводчик, хотела бы узнать именно ваше мнение именно по компетенции. Мы еще не говорили о том, что существует этика переводчика. Я знаю, что есть такой вопрос, да, у многих возникает, прям мы даже пытались какой-то документ найти, в котором была бы прописана именно этика переводчика, но до сих пор то, что мы находим, это все не подходит, то есть это не соответствует ни к какому-то уровню, да? Ну да, вот сейчас мы очень много, мне так неудобно не говорить руками, я прям заставляю себя не говорить руками, говорить голосом. Мы сейчас очень много поговорили про образование, про то, как это происходит, но в общем-то сегодняшняя тема нашего кругового стола это обратный перевод. Ольга так мне не сказала, почему не обратный. Да, но я думаю, что у нас просто на это уже нет времени. И по привычке я все равно буду использовать этот термин обратный перевод. И компетенция переводчика, она как раз двух составляющих, двух основных составляющих. Это перевод с русского языка на русский жестовый язык, и неважно, какое это средство общения выбирается переводчиком эржая или калькирующая жестовая речь. И точно так же вторая очень важная составляющая это перевод как раз с русского жестового языка или с калькирующей речи на русский язык. И нельзя, наверное, специалиста, называть специалистом, если он не владеет обеими компетенциями на должном уровне и необходимых действительно уровнях компетенции. А что такое компетентность? Как ее можно определить? Вот Влад спрашивает. Наверное, в принципе, для переводчика, любого переводчика с любого языка есть два определяющих термина. Это эквивалентность перевода и адекватность перевода. Вот что такое эквивалентность? Эквивалентность – это тождественность, то есть соответствие языковых единиц. То есть насколько мы точно подбираем эквиваленты либо к слову, либо к жесту. Но мы понимаем, что этот эквивалентный перевод это будет равен калькирующей перевод и он не всегда будет смысловым. То есть он не всегда будет адекватным. И если мы говорим об адекватном переводе, то это будет смысловой перевод. Но опять же, в этой ситуации мы не можем сказать, что адекватный перевод – это идеальный перевод. А вот, допустим, в стандарте как раз фигурирует такая формулировка, что адекватность перевода является одной из составляющих компетенций переводчика. Но вот здесь, наверное, тоже об этом можно говорить, о стандарте, о терминных определениях, которые там прописаны. Они тоже недостаточно определяют уровни квалификации, наверное. Ну, по крайней мере, не полностью. Потому что в каких-то случаях перевод должен быть эквивалентным. Если это какое-то научное выступление, доклад, то переводчик должен переводить эти термины. И он не может говорить просто на тему близкую к тому, к той, что говорит спикер. Потому что это может быть, например, аттестация глухого гида в музее. И он будет использовать термины футуризм, импрессионизм. Если переводчик будет переводить, ну, это вот что-то такое, представление о будущем, то понятно, что эксперты в музее скажут, простите, пожалуйста, вы тут нам про что сейчас? Да, и это будет, опять же, несоответствие компетентности переводчика. То есть он не будет соответствовать тому разряду и тому уровню его квалификации, который действительно требует глухой спикер в этот момент. То есть вот здесь очень важно учитывать именно это. То есть насколько переводчик может донести ту информацию, которую несет глухой спикер, насколько он может придать языковую стилистическую, язык и стилистику этого выступления. Да, если это стендап, значит переводчик должен передать этот юмор, потому что понятно, что глухие пришли развлечься, да, а не послушать какое-то научное выступление. То есть всегда должен быть стиль, должен быть адекватный, эквивалентный перевод. Мы не можем убирать. Да, то есть действительно это важнее, чем знание имени с удовольствием. Да, безусловно. И вот здесь, опять же, мы говорим тогда о вопросе, о том, как переводчик, и сам переводчик относится к знанию и наличию у себя этих двух компетенций. Потому что сейчас, как сказал, например, Александр, что из 100 переводчиков Москвы только 20 переводчиков могут перевести обратно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что переводчики, допустим, получив некий опыт и базу, хорошую базу, не буду спорить, хорошую базу перевода с русского языка на русский жестовый язык и посредством кальтирующей речи, останавливаются в своем развитии и полагают, что на этом можно жить спокойно, быть в шоколаде, получить хорошую зарплату, деньги есть, я себя прокормлю, зачем мне развиваться дальше, зачем мне работать в этом направлении, если у меня и так все в шоколаде. Да, и переводчик, вот такой переводчик, я не знаю, приходит ли он в независимый центр оценки и квалификации, сдает на какой-то уровень, получает себе бумажку, подтверждающую его квалификацию, считаю, что все, жизнь удалась, могу жить дальше, таким образом попадает в реестр всех переводчиков, а глухой или какая-то институция, которая будет проводить какое-то, например, ГАЗ-2, организовывая такую конференцию, будет искать специалистов, которые нужны будут для перевода, сегодня у нас сколько, 13 переводчиков работает, вот, наверное, было сложно найти такое количество переводчиков, вот, конечно, вот, наверное, это была бы мечта, такой реестр, я знаю, что вот есть суперспециалисты 7-й квалификационной категории, эксперты, которых ждут, мечтают увидеть на площадке, да, но сейчас я вижу, что несколько человек в Новосибирске сдаёт, получается, 7-й уровень, приезжает в Москву и начинает перевод здесь, допустим, в ГАЗ-2, да, жесты же всё равно отличаются территориально. Ну да, жесты, конечно, будут отличаться, но здесь задача переводчика... в Москве, допустим, немножко проведения, да, вы любите другое. Я просто сказала почему, потому что я в Красноярске была, общалась с глухими людьми, общалась с переводчиками, и, честно, для меня это было, стало шоком, потому что жесты настолько отличаются. Это было, кажется, в 16-м году, показали жест учителей, очень странный жест был. Вот, там на месте переводчик будет считаться идеалом, но приезжая в Москву, он будет уже не с такой поделикаться. Я имею в виду, я продумаю, потому что с прямым обычно нет никаких проблем. Говорят же, что действительно, если же переводчик имеет 7-й уровень, я хочу сказать, что сейчас у нас параллельно, сейчас мы сейчас все идем одинаково. У нас нет такого, чтобы ЦОК требовал какие-то завышенные требования, а обучение переводчиков ушло совсем по низкому уровню. Нет, мы идем параллельно. Сейчас у нас переходный период, и нам сейчас очень важно вырастить новых, хороших переводчиков. Но вы даете именно квалификацию старым переводчикам, правильно же, да, квалификация? Да, но если же они имеют документы, каждый документ имеет свой срок, нет документа, который бы давался на пожизненную, то есть ты молодец, сдал на 7-й уровень, все, идея, нет, каждый документ имеет свой срок. Три года, три года, три года и пять лет. Хорошо, вот сейчас человек получил документ на три года, на пять лет, и он уже эксперт, и он может быть привлечен на, например, обратного перевода. А он, хорошо, а он не справляется с этим, он не может этого сделать просто потому, что он не может этого сделать, но он получил седьмой уровень, да, и вот глухой не знаю о переводчике, но я вижу, что он в реестре есть, или такая организация, как ГЭС, или музей Пушкинский, или музей Гараж, нам нужен перевод обратный, я смотрю, есть такой, звоню, пожалуйста, приходите, человек приходит, понимает, что я эксперт седьмого уровня. Я еще раз повторяю, нет-нет-нет, я понимаю, нет, я просто, стоп-стоп-стоп-стоп. Нам нужна мотивация, мотивация очень важна, но мне кажется, таким образом вы лишаете мотивации переводчиком, потому что я уже все получил, я уже в шоколаде. Зачем, да, зачем мне работать, совершенствовать себя, зачем? Я уже эксперт, пускай на пять лет, но я эксперт, и вот эти пять лет я не могу выполнять свои функции. То есть, адекватно, эквивалентно сделать перевод обратно я не могу. Можно я добавлю? Да, я еще буквально, простите, что перебил. Есть молодые люди, которые смотрят на переводчику, знают, что у него есть соответствующая квалификация, но они будут подражать, да, что ты им обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Говорят, что седьмой уровень обратного перевода не можем осуществить, учитываем. Мы это учитываем, понимаете? Я тоже как бы новый человек, это первое. Мы только начинаем готовить переводчик. Раньше этого не было. Давайте вернемся. Такого еще не было. Всегда были ошибки, и теперь мы хотим, мы стараемся, мы действительно все, и переводчики, и глухие наши эксперты. Наша оценка, оценочные средства совершенствуются. Мы не останавливаемся, мы... Если вот человек, переводчик, например, седьмого уровня, пускаем эксперт, если поступают жалобы, всегда можно удалить его, лишить его вот этой квалификации. И все. Так, но глухой же, обычно же глухие не понимают. А этот вопрос ко мне? Этот вопрос ко мне? А мне же даете квалификацию? Квалификацию не глухому. Надо работать с глухими. Нет, нет, просто вы говорите о том, что если же он плохо работает, да, то мы сможем лишить квалификацию, но шанс такой как бы очень мало, потому что кто бы не жаловаться-то? Я что? А тогда у меня такой вопрос. Работать надо с глухими людьми. Можно я все-таки добавлю? Все-таки здесь есть такой важный момент, я еще вернусь к самому первоначальному, о чем мы сказали. Давайте про слово обратное. Почему мы не используем слово прямой и обратный? потому что мы сейчас пытаемся сделать все, чтобы работа переводчика русского жестового языка была похожа на переводчика английского языка, французского, немецкого, американского жестового, до какого угодно, чтобы была одна система. Так вот, первое, что мы выяснили, там нет понятия прямой и обратной. Там есть два языка и перевод с на, ну, нам очень удобно, да, вот мы с коллегами часто пишем эржия, перевод эрья, с эрья на эржия. В общем, это самый такой удобный вариант, поэтому мы пытаемся уйти просто от понятия прямой и обратной, хотя еще раз, внутри рабочих коллективов такое может быть. Следующее, что мне очень хотелось добавить, это опять кода не равно переводчик. И давайте честно, у нас среди переводчиков, вот нас даже вот здесь коллегам пересчитать, прям обучение, прям образование переводчиков кто имеет? По-моему, только Катерина. У меня есть образование переводчиков. Прям вот такое самое, настоящее, которое вот дает МГЛУ, например. Нет, не МГЛУ, у меня РГСУ. Второе, высшее. Хорошо. Благоличное образование. Опять же, вопрос в чем, что то образование, которое давалось до того, как появился МГЛУ, оно рядом даже не стояло ни с каким переводческим образованием. У меня тоже есть диплом переводчика, но то, чем у меня учили, и в принципе, мне стыдно сказать, да, то, чем у меня учили, и кто учил, это тоже история. Так вот, любой нормальный переводчик знает, что процесс перевода состоит из определенных этапов. Первое, это подготовка к переводу. Вот подготовка к переводу, я, работая по регионам с переводчиками, прекрасно знаю, что все говорят, а зачем? Зачем готовиться? А, я знаю, это у них и не могут. Что там готовиться, подумаешь, я переведу. Мы же реально понимаем, что придя вот сюда в ГЭС, вот если вы меня из Новосибирска приведете, я буду, наверное, недели три изучать все ваши сайты и выспрошу с вас 100-500 докладов, а не просто какую-нибудь презентацию. Первое, это подготовка. Второе, это сам перевод. Это вот где я подумаю про лексику, да, чтобы она соответствовала. Где я подумаю про то, какой у меня глухой, где я подумаю про то, какой у меня слышащий со скоростью речи, какой он разговаривает и так далее. Следующий этап перевода это рефлексия. У нас переводчики вообще не в курсе, что нужно свой перевод потом проверять и каким образом проверять, да, я вообще благодарна УМЦОК, что мы это обсудили и что мы теперь это делаем, и что мы теперь видим, как переводчики понимают, какова это ценность этого. И четвертый этап, который для каждого переводчика очень важен, это повышение квалификации и постоянно жить в режиме вот, брать информацию, где-то что-то изучать, где-то куда-то идти, и туда же входит и этика перевода. Вот то, что вы говорите, получил там свидетельство или вот документ оценки квалификации и все такое, сел, и все, ничего не надо делать, на самом деле вот я получила такой документ, это пинок, это пинок, я согласна. И еще раз, с этими людьми необходимо проводить повышение квалификации. Чаще всего эти люди просто кода, вот, я как заказчик, я, как я могу быть уверена, кто придет работать именно со мной? Вот об этом как раз сейчас вот Юля и сказала, что мы работаем, первое, команда экспертов, она непростая, она достаточно серьезная команда, мы работаем над критериями, этих критериев становится все больше, они все серьезнее. Те задания, которые мы им даем на экзамене, они также постоянно пересматриваются, и они там никакие не будь, и они отличаются, пятый, седьмой уровень. Но еще раз, переводчик, получивший данный, я все-таки это говорю, получивший данный документ, он просто обязан поддерживать свою, вот эту вот экспертность, которую он получил по документу. И еще, перед собой в первую очередь, но опять же, если он понимает, что у него есть клиенты в виде глухих и в виде слышащих, он и тем, и тем должен предоставлять. И вот был еще вопрос про этику. Профессиональная этика, как таковая, не может быть устутверждена законодательно, там, не знаю, внесена в какой-нибудь федеральный закон, нет, она может быть просто каким-то переводческим сообществом, разработана, совместно с глухими, там, обсуждена, утверждена, и каждый переводчик, который является членом этой общественной организации, к примеру, он говорит, да, я разделяю принципы этой этики. Так вот, в этих этических как раз правилах должно быть прописано что? Если я иду туда переводить, и от меня ожидают перевод, например, с русского языка на русский жестовый, или с русского жестового языка на русский, и я понимаю, что я вот, например, вот я лично, да, про меня возьмем, я вот сюда меня позовите переводить, я буду бежать, у меня пятки будут сверкать, зато я приду там на пару по философии к себе в университет или в любой другой университет, там я буду переводить хоть три часа подряд, тут зависит от переводчика, и этика позволяет отказаться от перевода, если я понимаю, что я не квалифицирован в этом переводе. Так вот, здесь как раз образование переводчика в результате приводит к тому, что он не просто гонится за деньгами, простите меня, за этот жест, за вот это вот, когда его деньги только интересуют, а когда он в первую очередь думает о своей репутации в связи с федеральным приездом. Да, с этим понятно, да. Действительно, вот единицы таких переводчиков, которые ценят свою репутацию и не гонятся за деньгами, потому что они прекрасно понимают, что кто они и что они из себя представляют. А вот как раз переводчики, которые не ценят свою репутацию, и действительно идут на заказ, берутся за заказ, берут за него деньги и, в принципе, подводят глухого человека, который идет и подводит институцию. И к тому же они как раз и губят репутацию глухого и репрезентацию глухих людей в сообществе слышащих, потому что их вот такой перевод что в одну сторону, что в другую сторону, да, с русского языка на русский, жестового на русский, они действительно выглядят людьми, которых начинают жалеть. Можно еще добавлю? Вот я хочу сказать большое Кену Головустоуну за то, что он приехал к нам в Новосибирск вместе с МЦВОК, и мы провели очередной семинар, он в записи есть, вы можете его найти в интернете, кому надо лично скинуть ссылку. Мы все знаем, что за рубежом есть организация, он в США конкретно, которая называется там, коллеги мне помогут, RID, да, реестр переводчиков для глухих, да? И вот последнюю информацию, которую нам рассказал Кен, там есть такой момент, как некий рейтинг переводчиков, ну, как вот, как мы там звездочки ставим, да, вот там этот переводчик ему одна звездочка, ему пять звездочек. Так вот, еще раз, смотрите, что сейчас произойдет с моментом оценки квалификации, с моментом появления, повышения квалификации при подготовке, с моментом профессионального образования, как у нас. У нас, кстати, в системе профессионального образования еще появилась такая история, как демоэкзамен, демонстрационный экзамен, который весь проводится под камерами, фактически он абсолютно идентичен оценке квалификации, просто там другой уровень требований. Так вот, это все приведет первое. Мы реально сейчас почувствуем, вот в этот переходный период, жесткое сокращение переводчиков. Мы реально это почувствуем. Сейчас первые, кто уйдут, это пенсионеры и слабослышащие. Да? Мы это почувствуем, но мы не можем этого не сделать. Это должно вот на пенсию, не знаю, семечками торговать. На другую работу. На другую работу уйдут. Первое. Они уйдут. Мы почувствуем сокращение переводчиков. Это раз. Во второе сейчас реально начнется борьба за качество. Понимаете, сейчас борьба за деньги. Сейчас просто кто самый наглый, кто танком прет, тот и будет зарабатывать. Но сейчас и глухие стали умнее. Хотя сейчас в регионы приезжаешь, мы видим в регионах, я им говорю, как у вас переводчик полный, как они делать нечего, вынуждены, что есть. Но время придет. Во-первых, подрастает молодежь, которая платно училась, например, мои студенты в год платят 160 тысяч рублей в год, чтобы за 4 года получить диплом переводчиков. И они уже не пойдут за 3 рубля работать. Опять же, они понимают, что такое теория перевода. Они понимают, что такое качество предоставляемых услуг. Они понимают, что их ежегодно выпускается, вот у нас каждый год выпускается 20 человек. ВОК мне обещает их взять на работу. Я все жду, когда вы всех моих выпускников возьмете на работу. То есть я пачками готова поставлять во все регионы, что мы и делаем. И получается, что у них качество перевода уже значительно лучше. А та плеяда, о которой мы говорим сейчас, которые гонятся за деньгами, которые плевать хотели на эту репрезентацию глухого, которые просто говорят, да вот у меня бумажка, платите мне 2 500 за час. Эта плеяда, она все равно рано-поздно нам уйдет. И чем жестче мы сейчас закручиваем гайки, ОМЦ, когда люди жалуются, мы, да, там, центр оценки квалификации. Чем жестче мы закручиваем гайки, тем выше мы качество сделаем. Да, у нас сейчас время заканчивается. Я хочу понять, на сегодняшний день у нас ситуация такая, что у нас есть центр оценки квалификации, который дает... Оценивает. Хорошо, да, извините. Оценивает пока в том числе и тех, кто, скажем так, не очень соответствует своей компетенции. Нет, это очень грубый вопрос. Ну, я просто хочу понять, да, подводя итоги. Вот вы сейчас сказали, что вот мы сейчас доработаем, прорабатываем, стараемся, да, стремимся к лучшему, но... Александр. Да, я немножко добавлю, чтобы внести в ясность картину, допустим, когда приходят 2 человека, вот, допустим, да, вот по примеру автошколы и ГАИ, да, сделали, чтобы получить права, надо сдать экзамен. Значит, оба человека получили экзамен. Один парень, допустим, водит машину свободно, может обгонять заднюю парковку, давайте, потому что вообще свободно владеет автомобилем. А есть человек, который очень слабо и еле-еле паркуется, но при этом он же умеет водить, понимаете, соответствует уровню, то есть то, что он может парковаться с задним ходом, то есть вот. И, допустим, берем именно 2 примера с таксистами. Значит, тут оба таксиста получили регистрацию. Один таксист, значит, знает, как получился, пообщался, узнал, обывал на форуме таксистов, узнал все нюансы, то есть их вводит машину. А второй таксист пришел просто работать. И как себя будет чувствовать клиент-то с тем водителем и со вторым, зная, что водитель изучил все, то есть он будет гарантированно уверен в том, что он спокойно может доехать до назначения, не рискуя своей жизнью. А когда клиент сидится по второму водителю, он там страхует жизнь, он будет пристегиваться обязательно, думая, что вы доехали. Говорите таксисты и переводчик, ладно. Я хочу именно вот конкретно о обратном переводе. Просто действительно нет времени, извините, как, вот, чтобы до конца понять и разобраться. Ну, я действительно вот в такой ситуации, тем более уже как можем мы сейчас вот дальше разбираться? Я все-таки добавлю, что касается перевода с ржья на русский, все, все, что у нас сейчас происходит в России, мы смотрим именно на реальные сегодняшние. Если же мы сразу же завысим требования, все переводчики просто уйдут. Мы с вами, вот мы как раз-таки ГЭС-2, и Тула, Москва, и все остальные, Воронеж, все останутся без переводчиков. Если же мы хотим создать идеального переводчика, нам нужно стремиться к этому идеалу, а не все ломать, то, что уже сейчас есть на сегодняшний день. Мы, когда кричим, что мы хотим, чтобы было все идеально, все прекрасно, да, мы только за, но помогите нам, помогите нам сделать так, прийти к идеалу, а не говорить о том, что вот, 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 и соответственно, нет, помогите нам, мы будем только благодарны, нам нужны помощники, потому что мы делаем новое дело, и когда НГТУ, НГЛУ, УМЦ, сами председатели, сами переводчики, как мы видим, того, с которым много лет работают, помогают, и работают с нами в команде, мы видим, что будущее есть. А когда говорят о том, ну, что, извините, блядь, что, извините за мат, то все плохо, но мы не понимаем, зачем, да, все это дело. Понимаете? Нет, ну, наверное, давайте, да, сейчас последнее слово. Я думаю, что действительно нужно просто пересмотреть какие-то критерии, да, с данной, сдачи, вот этих экзаменационных, квалификационных категорий. Почему? Потому что мы видим, что это просто не соответствует качеству. Если мы понимаем, что человек называет себя экспертом, или хочет претендовать на уровень эксперта, то он действительно должен быть совершенен и в одном, и в другом виде перевода, да, и знать все эти категории. То есть нельзя человека называть специалистами, давать ему уровень эксперта, если он владеет только одной из двух компетенций. Получается, задания, которые он выполняет на экзамене, под камерами, напрямую с монитором, они не соответствуют его уровню. То есть получается, значит, эти задания, они занижены. Если он может... Мы не можем занижать. Если же он сдал все... Ну, значит, он эксперт тогда получается. Да, получается, что нам, нам для будущей работы, нужно сделать другие задания, чтобы было соответствием. Но для этого нам нужны помощники. Вот и все. Все очень просто. Да, бегу. Все очень просто. Да, уж извините, но у нас... А, последнее, я очень прошу вас. Нет. Помогите нам. У нас заканчивается время, правда, да. У нас не был поставлен вопрос о проблемах, которые мы должны были сегодня решить. Нет, мы должны были сегодня просто обсудить тему. Да, мы обсудили обменную дискуссию, но, как обычно, есть у нас все в записи, да, и глухие могут понять, что происходит с переводчиком, да, будем переводить также в текст, и чтобы люди могли ознакомиться с этим вопросом, который есть внутри сообщества глухих. Всем большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!